Школьники с оккупированных территорий получат доступ к дистанционному образованию по украинским программам. В Институте последипломного педагогического образования Киевского университета имени Бориса Гринченко расширяют проект, запущенный в прошлом году для выпускников школ Крыма, Донецкой и Луганской областей. Программа под названием «Модель столичного центра открытого образования» должна была помочь этим выпускникам получить украинские аттестаты, чтобы поступить в украинские вузы. Теперь инициаторы программы решили расширить её рамки для учащихся невыпускных классов. В том году мы говорили и с учениками-выпускниками, а в этом году мы берем не только выпускников, а учеников разных классов, с 5 по 11. Дистанционным экстернатом они учатся, вчители им помогают, консультуют, потом они сдают такие тематические аттестации, которые подтверждают уровень их учебных достижений. Обучение в рамках программы дистанционного экстерната проводится на базе Киевской школы номер 81. В прошлом году в эксперименте приняли участие 19 выпускников из Донецкой и Луганской областей и двое крымчан. Из них украинские аттестаты получили только шестеро ребят. Они стали студентами ведущих украинских вузов. Это, мне кажется, не много. А для нас это бесценно, потому что эти дети не только имели возможность получить аттестаты, быть носителями информации про такую возможность, про возможность украины зберегать каждого гражданина в своей стране, дать возможность каждому граждану, получив участие, ехать до своего места проживания и рассказать про свою страну. Чтобы стать участником программы дистанционного экстерната, желающим нужно подать заявку на сайт Столичного центра открытого образования и заполнить там электронную форму. Затем по электронной почте надо подать в центр свои документы. Но при крымских реалиях даже такой простой алгоритм может стать проблемой для детей, считают в Центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом». Активисты центра 10 месяцев работают над проектом онлайн-обучения крымских школьников украинскому языку и видят, что дети и их родители очень опасаются передавать куда-либо свои данные. На начале проекта дети были больше открытыми, и у них не было такого страха. Сейчас у детей появился страх. Дети все больше, скажем так, ховают себя под какими-то выгоденными именами. И первым, чем зарегистрироваться и начать отзываться этот онлайн-курс, они собирают определенную информацию, они приступают почву, для того, чтобы понять, что это за люди, которые им будут выкладывать украинскую мову и литературу. Координатор проекта «Модель Столичного центра открытого образования» просит крымчан не бояться. И уже отмечают заинтересованность школьников полуострова в этой программе. В этом году за три дня у нас из Крыма вернулись уже близко 12-ти, которые зарегистрировались, надали свои документы, и еще люди телефонуют, звонят и хотят тоже долучиться. Час есть, если людям это интересно, они не запознятся, они встегнут до нас в наш проект. Чтобы расширить программу дистанционного экстерната, ее инициаторы и участники разработали уже сотни электронных уроков по различным предметам. Вскоре станет и больше задействованных школ. Уже есть новая изъявившая готовность участвовать в проекте. Ищут возможности продолжить онлайн-обучение крымчан украинскому языку и в организации «Украинский дом». Активисты уверены, несмотря на сложность ситуации в Крыму, такие проекты нельзя прекращать, чтобы вместе с территориями не потерять и людей. Продолжение следует...